Новый год здесь не отмечают, и он никому 300 лет не сдался. Салюты нет, нету здесь салютов. Мы здесь не чувствуем никакого праздника. Привет, друзья, с вами Инна. В этом видео я вам расскажу о том, как мигранты отмечают Рождество и Новый год в США. В начале видео я вам расскажу о том, как местные люди отмечают праздники, а потом, как мигранты в моём лице отмечают новогодние праздники здесь. Будет интересно. Давайте начнём. Началось всё с того, что я в посте попросила у вас задать мне вопросы, подкинуть тем для новых видео, спросила, что вас интересует, и оказалось, что вас интересует Новый год. Начали мне задать вопросы про Рождество и Новый год, поэтому вот, ловите. Сейчас соберу для вас всю интересующую вас информацию. Я хочу отметить, что когда-то очень давно я снимала подробное видео о том, как американцы отмечают Рождество, тогда у меня ещё были эмоции. В том плане, что тогда для меня это всё было новое, всё было на контрасте с моей страной, и мне прям было что рассказать. И с каждым годом такую информацию собирать всё сложнее и сложнее, потому что ко всему привыкаешь, всё становится нормой, перестаёшь замечать какие-то особенности, а тогда, тогда действительно ещё прям было очень интересно. Вот, но в этом видео вам напомню основные положения, да, перед тем, как расскажу вам о том, как мы, например, отмечаем Новый год. Итак, в Америке вообще вот эта вот пора новогодних праздников в первую очередь ассоциируется с шопингом. Ещё с Дня Благодарения, там уже начинаются эти чёрные пятницы, уже разгоняется рынок, и чем ближе к самому празднику мы говорим про Рождество, тем больше, 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 больше эта маркетинговая машина раскручивается, всё больше, больше, больше денег тратят люди. И на самом деле это такой очень приятный шопинг. Почему? Потому что, во-первых, устраиваются все эти распродажи, да, там даются какие-то грандиозные скидки, в принципе, на всё. Покупается большое количество подарков, потому что Рождество, в первую очередь, ассоциируется у всех с подарками, подёлочками. Покупается огромное количество шмоток, потому что люди хотят куда-то лететь на новогодние праздники или хотят там где-то отмечать, хотят какое-то там красивое платье для новогодних вечеринок. Покупается огромное количество декора для дома, потому что американцы очень-очень-очень любят украшать своё жилище к праздникам, к любым праздникам. Но Крисмос — это просто апофеоз всего, и поэтому тратятся сумасшедшие деньги на декор. В декоре нужно всё. Люди покупают посуду специальную, там, красно-зелёную с орнаментами, всё это для новогоднего стола. Покупаются скатерти, тейблраннер, знаете, это когда на стол в центре просто кладётся кусок ткани, там какой-то красивый новогодний, покупается огромное количество свечей и подсвечников, обязательно покупается огромное количество украшений для камина, потому что я вам говорила в своих видео, да, что не только в домах, но и в квартирах, в большинстве случаев, есть камин. Так вот, все эти вот носки, потом прочие всякие штуки, там, тематические подушки, тематические покрывала, всякие, всё, что на стены вешается, гирлянд, огромное количество и разнообразие вообще в магазинах можно найти, коврики входные у дверей, тематические люди меняют всё это. То есть, прямо вот до абсурда всё это доходит. И что касается снаружи дома, тут всё не легче, потому что люди очень сильно любят украшать дом снаружи в том числе. То есть, покупаются гирлянды какие угодно, шарами увешиваются просто деревья, которые кусты на улице. Всё обматывается гирляндами, абсолютно всё. У нас соседей вообще крыша даже обмотана гирляндами. Даже есть специальные службы, которые вы можете нанять, чтобы они ваш дом украшали, потому что дома большие, это же нужно там спецоборудование подняться, и там сосульки какие-то вешать, цветящиеся на дом. Потом просто вот всё, что можете представить, всё равноцветное, всё переливается, всё это покупается, ёлки, всё для ёлок. В общем, да, о чём только можно себе представить, всё это будет в тематике новогодней. Поэтому здесь, конечно, это такой приятный шоппинг и в магазинах для домашнего декора и всё такое. Там просто такое столпотворение. Там всё люди разбитают, разбирают вообще в секунды, прям охота. Я думаю, вы же делаете это каждый год, оно у вас куда-то девается, ещё не накопилось, ещё не всё купили. В общем-то, именно вот так это работает. И это очень приятная пора, когда люди с удовольствием и с радостью тратят свои деньги. Конечно же, здесь Рождество, это имеет такое больше религиозное направление, это такой семейный домашний праздник. Вот это вот ажиотажа, как у нас, допустим, особенно у молодёжи, где найти хату, в которой там отмечают Новый год, здесь такого практически нет. То есть это семейный праздник. Подход вообще к празднованию совсем другой, не такой, как у нас. Поэтому, да, люди летят домой на новогодние праздники, поэтому билеты на перелёты и на отели там тоже бьют все рекорды, как правило. То есть это такая пора, когда нужно тратить очень много денег. И как бы такого желания от прям оторваться, как-то страшно повеселиться, как у нас часто люди хотят на Новый год, здесь такое, ну, очень редко у кого, я думаю, происходит. Это такое, как правило, семейное застолье. Вот что такое Рождество. О количестве выходных дней, думаю, тут всё зависит от того, где вы работаете, как и внутри нашей страны, у кого какой график. Но если говорить про общую массу, в этом году, например, у нас выходные с 24 декабря по 27 декабря и потом 31, по-моему, декабря по 3 января, надеюсь, не ошиблась. И вот этот промежуток с 27 по 31, люди уже берут за свой счёт отпуск, и вот получаются длинные выходные. И если мы не говорим про Америку, Америку говорим про место, где я живу, про Байэрию. Здесь очень много мигрантов, которым не сдался вообще Крисмос. И люди предпочитают вот эти вот каникулы использовать для того, чтобы куда-то полететь. В Мексику очень много людей летит, в тёплые места. Гавайи, Карибы. А те, у кого есть дети, и те, кто любят зимний спорт, те, кто любят кататься на лыжах и всё такое, они идут на штаха. То есть если от того места, где мы живём, двигаться на север или на восток, там может быть лес, горы, снег, вот эти вот кабин, да, эти вот дачи из сруба деревянного. Вот люди очень часто идут туда, ну что там, 3-6 часов на машине, дорога туда занимает, чтобы детям там кататься на санках, там кататься на лыжах, можно снять дом для того, чтобы отмечать с какой-то большой компанией. Там, но там тоже к новогодним праздникам цена просто зашкаливает. И этот дом, их тоже разбирают, как горячие пирожки, там за, если мы говорим про аренду, там, наверное, в сентябре уже нужно хорошо так пошевелиться и уже забронировать этот дом, если вы хотите на хороших условиях за нормальную цену этот дом какой-то получить. Вообще здесь елки покупаются и наряжаются рано. В конце ноября, в начале декабря уже у всех в окне обязательно стоит елка. Это целая традиция вообще ехать за елкой там с детьми. Можно ехать на ферму, где вы сами ее спилите, эту елку, или просто на ферму, где вы тыкнете на елку, чтобы вам ее спилили. Ее привязывают на машину сверху. Если это у вас есть трак-пикап, то в багажник кидается это все. И это целая традиция. Мы ездили, когда с ребятами за город, это было начало месяца, уже мы по пути, по дороге встретили кучу машин, к которым были привязаны елки. То есть это такое семейное приключение. И вот елку ставят рано и выбрасывают ее тоже рано, потому что Новый год здесь не отмечают, и он никому 300 лет не сдался. Когда поздравляют с праздниками, говорят Merry Christmas and a Happy New Year, считают, что это как бы одно, но, конечно же, приоритет отдается к Крисмосу. А Новый год уже как бы многие люди вообще не считают это за, в принципе, что-то важное. Ну, календарный какой-то период сменился и все. Поэтому Крисмос праздновали, подарки из-под елки взяли, на следующий день елку выбрасывают. Я вам уже рассказывала, как это работает, что компания, которая в вашем регионе занимается мусоропереработкой, они будут вам каждый год присылать письмо, уведомление о том, что в этом году мы собираем елочки до такого-то числа. Как правило, это начало, середина января. Вам уже свою елочку выставить на бордюр, машина едет, их собирает, они их потом как-то перерабатывают. Если вы эту елочку не выставили до нужной даты, потом елочка становится вашей личной проблемой, потому что в регулярный мусорный бак елочка не полезет, просто так куда-то выбросить ее сложно. То есть вам самому нужно будет думать, на какую свалку ее отвезти, в какой пункт приема ее сдать, опять на машину не грузить. В общем, это боль. Поэтому 26-го все выбрасывается. Мы всегда шутим, что если вы не успели купить елку, 26-го числа выходите, на вашей улице будет их миллион, просто берете ее, ставите домой. И да, то есть елка выбрасывается, декорации снимаются, все, праздник закончен. 31-го все спят или все куда-то уехали, и вообще никого ничего, в принципе, не волнует по поводу новогодних праздников. Что для нас очень странно. У нас, у мигрантов, это забирает вообще ощущение праздника, потому что что такое 26-е декабря? Это предновогодний как раз весь сок, вся вот эта суета. Ты выходишь на улицу, на улицах уже все, никакого праздника, ничего не горит, не светится, и валяется все, куча елок вдоль улиц просто валяется. И это как бы для нас, для мигрантов это очень странно. И второй очень важный аспект, который я хочу отметить, что вы спрашивали салюты, нет, нету здесь салютов. То ли это из-за того, что очень конкретная регуляция вообще пиротехники, особенно в жилых вот этих массивах, или в целом нет у них в голове этого, то есть они к этому не привыкли, об этом даже не думают, им это неинтересно. А в то время как у нас, это же совсем другая история. Для меня, например, это очень важно. Я считаю, что именно вот этот аспект задает новогоднее настроение, новогодние ощущения праздника. Потому что представьте себе, то есть все люди об этом подумали заранее, и они после боя курантов встают из-за стола, одеваются, выходят на мороз, начинают светить, кто сколько денег потратил, кто что купил, нашёл, какие новинки на этом рынке. И начинается вот этот вот, а ты смотришь в окно, и там залпы. Тут, там, у кого-то мелкие, у кого-то громкие, у кого-то яркие. И люди на улицах слышны хохоты, разговоры, и люди уже пьяненькие, и весёлые, детям счастье. И это так спонтанно всё происходит. То есть какие-то чужие друг к другу люди выходят, делают то же самое. И это на самом деле очень приятно, это очень классно. И вообще вся эта забота о том, что мы будем в этом году запускать, это для меня, это очень дорого. И тот факт, что здесь этого нет, добавляет к той грустной копилке того, что мы здесь не чувствуем никакого праздника. Об этом мы с вами поговорим в следующие пару минут. И ещё. Нет как такового обращения президента. Мы привыкли, что бой курантов, мы ждём, открываем шампанское, загадываем желания. То есть это такая рутина, такой прям уже рефлекс, да, ждать обращения президента. И здесь первые пару лет мы были конфьюженом, мы думали, мы не там смотрим, мы не в то время ищем, что где обращение президента. Мы поняли, что если даже оно где-то есть, это обращение, оно точно не выглядит так, как у нас, когда вот это вот торжественное, вот это вот поздравление граждан с Новым годом, подведение каких-то итогов, да, и какое-то обращение. И как бы это ещё один аспект, который крадёт у нас какое-либо ощущение праздника, потому что у нас этого нет в новогоднюю ночь. Я сейчас вам расскажу, как мы с мужем вот эти вот года, что живём в Америке, и отмечаем Новый год, вам станет очень многое понятно. Во-первых, для меня лично Новый год, каждый год, это некоторая не радость, а проблема, потому что я думаю, как будем отмечать Новый год, где будем отмечать Новый год, куда-то поедем, а куда поедем, допустим, и что-то такое. То есть, это ощущение радости праздника, оно перебивается именно головоломкой, типа, а что же на самом деле делать? Я вам скажу, что мы с мужем экспериментируем, и каждый год мы делали что-то разное. Сейчас я вам скажу, как это ощущалось. Значит, самый первый, по-моему, Новый год нас очень сильно тянуло домой, мы собрали вещички и поехали на короткий период времени домой на новогодние праздники. И для нас это было некоторое разочарование, потому что тогда мы ещё были малые, а сейчас я понимаю, что если бы я поехала на Новый год на праздники домой, я хочу сказать, что это то, что я бы подпочла из всех вариантов больше всего, отмечать Новый год в семье, в кругу своих близких, дорогих людей. Но, к сожалению, нет такой возможности. Сейчас я бы, конечно же, именно бы тупо осталась дома с родителями и там с родственниками. А тогда ещё муж настоял, что муж говорит, что мы каждый год с друзьями встречаемся. Хочешь, не хочешь, мы встречаемся с друзьями, это не обсуждается, всё, идём, идём вот это вот на хату. Я помню, что мы приехали, привезли какие-то подарки там людям, кружки, жвачки, всё такое из Америки. И я помню, что у меня было некоторое разочарование вообще, хотя оно, наверное, очень тупое. То есть я вдруг тогда поняла, что это ты вот отсюда уехал, оно всё запечатлилось в каком-то моменте. Ты вернулся и ты как бы сравниваешь. А для людей, которые остались, жизнь продолжает течь своим чередом. У них свои заботы, свои дела, и ты им 300 лет не сдался. Уехал, ну и уехал. Приехал, ну и приехал. И я помню, что друзья моего мужа, они не выказывали никакого интереса к тому, что он вообще-то мигрировал в другую страну, да, недавно, что он первый раз из этой страны вернулся, что он хочет что-то рассказать интересное. То есть вообще, то есть не было задано никаких вопросов, типа, как ты долетел, какой у тебя опыт, тебе нравится, не нравится, что у тебя нового. Ничего. То есть как будто бы они виделись вчера и ничего не произошло. То есть не было не то, чтобы я хотела какой-то вау-реакции, что я явилась из Америки, посмотрите на меня. Но для меня это было, честно говоря, немножко странно в том плане, что моему мужу очень сильно хотелось поделиться впечатлениями, сказать, что он такое интересное что-то там испытал или видел, а у него никто ничего не спрашивал. И было так, что он сам начинал об этом рассказывать, а мне это никому не было интересно, даже близко. А я сидела молча, думала, аааа, лучше бы ты это вообще, вообще эту тему Америки не поднимал. Если тебе не задаю запрос, то не надо вообще ничего рассказывать. И у меня было такое немножко разочарование того, что я вообще в этот Новый год не почувствовала ничего, все были какие-то вялые, у меня были какие-то проблемы, кто-то болел. Ну то есть, я к тому, что это просто так совпало, они тоже так не каждый Новый год отмечают, но так совпало. И я просто как бы подумала, ой, оно того не стоит на самом деле. Вот такие у меня были впечатления, когда мы поехали домой. А потом мы отмечали Новый год с друзьями здесь, и, наверное, если странивать с празднованием в кругу своей семьи, празднование с друзьями, наверное, для меня лично это один из самых лучших вариантов, причем мне все равно в каком месте, при каких обстоятельствах, главное, чтобы были люди, чтобы было застолье, и чтобы нам, в принципе, было весело и приятно в этот вечер. Потом у нас был опыт путешествия в теплую страну, и мне не понравилось. когда ты уезжаешь на новогодние праздники в теплую страну, мало того, что ты так ничего не чувствовал, никакого Нового года, так там ты тем более, ну, сидишь ты на Карибских островах, вокруг пальмы, люди в купальниках, никакого намека на Новый год не происходит, ты сам тоже ничего не понимаешь, и как бы ты как будто бы уехал, приехал, и все, а Нового года его не было вообще в твоей жизни. Ты просто вот в отпуск уехал в какое-то теплое место и вернулся. То есть пропустило вообще абсолютно все. Потом у нас был опыт отмечания в ресторане. В ресторане нам, в принципе, мы пошли в какой-то там фэнси ресторан, где были там, подавали курсы блюд и все такое, и это тоже никак не ощущалось, потому что это был просто ресторан. Там были люди, которые просто сидели в ресторане, и они пришли поесть. То есть новогодней тематики не было вообще. Я сделала вывод, что если выбирать такой ресторан, то нужно, чтобы там была включена какая-то программа развлекательства, там был ведущий, что-то происходило, и чтобы тебя развлекали. Когда ты просто заказал в каком-то крутейшем ресторане там курсы блюд, да, вот эту программу, когда тебе приносят курсы блюд, ты такой сидишь, ешь, пьешь, поел, пошел домой, собственно. Опять-таки, все абсолютно мимо, ничего не было прочувствовано вот этот день. Потом у нас был опыт встречания Нового Года со знакомыми людьми. Вот опять-таки мы сняли вот так вот дом Натаха, где вот очень многие люди, туда приехало много людей, и значит, мы совершили роковую ошибку за день до Нового Года мы поехали кататься на лыжи. Вы знаете, лыжи очень сильно выматывают, потом просто ты очень сильно устаешь, у тебя гриппатура жуткая, тебе просто хочется спать. Я вас обманула не за день до, а в день, то есть утром 31-го числа. И к вечеру ты просто творчество никакой, ты хочешь лечь и спать. И тут тебе нужно себя в порядок приводить, на стол, на кровать, ты вялый никакой. Тоже, в общем-то, это было очень странно, и как бы не могу сказать, что вообще сильно весело, в принципе, никак. Вот. И потом у нас был опыт отмечания чисто вдвоем. Так получилось, что мы никуда не успели, и все наши друзья разъехались. Мои близкие друзья, как правило, предпочитают каникулы обязательно куда-то путешествовать, никто здесь не сидит, кроме нас с мужем. Иначе мы с мужем вдвоем. И вы у меня спрашивали, что вы готовите на новогодние праздники, и все такое. Конечно же, мы делаем оливье, у меня муж очень любит оливье. Обычно мы в записи смотрим обращение президентов. Мы просто на ютубе находим запись обращения президентов, у себя просто отмеряем, когда будет сейчас 12 часов, за сколько там времени, сколько будет длиться обращение. За вот это вот время до нового года мы включаем на ютубе обращение, делаем вид, что это все в прямом эфире. Значит, потом открываем шампанское, чокаемся, и, в принципе, вот бьют куранты, которые уже когда-то пробили в реальной жизни. И мы так отмечаем Новый год. Собственно, мы с мужем делали то же самое в тот раз. А потом, после того, как отбили куранты, мы нашли какое-то украинское новогоднее шоу. Мы посмотрели несколько, там какой-то голубой огонек, какой-то очень печальный, по-моему, с каждым годом все печальнее и печальнее становятся эти одни и те же лица. Мы нашли очень классное украинское шоу. В этом плане, должна сказать, в Украине обычно все это гораздо веселее происходит. И, значит, веселились, смотрели этот концерт, там была новогодняя атмосфера, и мы ее смотрели, смотрели на экран, как люди веселятся. Вот так вот. И я тогда сделала вывод, что я, наверное, не особо любитель отмечать Новый год вдвоем. Что касается этого года, в этом году опять друзья все уехали. Мы, конечно же, хотели бы домой, но Крым – это очень сложная дестинация. Мы опять остались здесь, но нас, слава богу, пригласили наши друзья к себе в гости. Мы пойдем туда, к ним в гости, мы знаем хозяева дома, но мы не знаем никого, кто еще будет приглашен. То есть этих людей мы не видели ни разу в жизни. Поэтому это тоже будет интересный опыт. Из того, что мы уже перепробовали практически все, вот еще не было варианта отмечать Новый год с незнакомыми людьми, но посмотрим, как оно пойдет. И расскажу вам, если что, в следующем видео. Так что, видите, каждый год голова болит, и каждый год мы пытаемся найти какой-то способ, который бы работал, способ приятно провести праздники. И, если честно, пока что этого способа мы так и не нашли, не изобрели. То есть я не хочу произвести впечатление, что мы там сидим на Новый год и плачем на новогодние праздники, нам там очень плохо и грустно. Нет, мы, конечно же, по-своему веселимся, нам по-своему приятно, все такое. Но вот этой идеальной ситуации, когда бы я сказала, боже мой, как офигенно мы отметили Новый год, такого вообще самой не было. И, конечно же, вы сейчас скажете, ну, все равно для себя самого нужно создавать ощущение праздника. И я согласна, что ощущение праздника можно достать из себя изнутри. Если самого себя настраивать на праздник, на позитивные мысли, создавать этот праздник для себя самому. Собственно, то, что мы делаем, вот видите, елочка за моей спиной, мы каждый год покупаем свежую елочку, ее с мужем наряжаем, мы покупаем специальный, отдельный сорт игрушек, на них охотимся. То есть это наша рутина. Да, мы тоже декорируем, да, мы тоже покупаем какие-то красивые вещи. По поводу елок, например, моя мама говорит, что ей очень жалко живые елки, она бы предпочла пластиковую. Для меня это спорный вопрос, я до сих пор не могу определиться. С одной стороны, да, дерево росло, взяли его, срезали, потом выкинули. С другой стороны, оно для этого росло, его сажали специально на ферму, специально его грумили, придавали ему специальную форму для того, чтобы оно было спилено, а потом его переработают. Может быть, пластиковая елка – это выход, чтобы каждый год не покупать свежую елку. Можно один раз купить пластиковую елку. Но проблема в том, что пластиковая елка все равно вам надоест через несколько лет. Вы захотите поменять елку, потому что выйдет какая-то новая суперкрутая, суперреалистичная или суперсогоньками другая пластиковая елка, вы захотите ее, старую вы просто выбросите и если мы понимаем, что эта елка, она просто куда-то там перемелется, то пластиковая елка, сколько вы их, все равно несколько купите за свою жизнь, они вот пластик это точно никуда не денется, потому что именно пластик с ёлки переработать невозможно, к сожалению, на данный момент. Поэтому это такой очень спорный вопрос. Ничего правильного, неправильного нет. Каждый для себя выбирает, что ему ближе, какая идеология ему больше нравится. При этом я знаю большое количество людей, которые любят просто вдвоём дома отмечать Новый год спокойно и не дёргаться. Как бы каждому своё. То есть я в этом видео решила рассказать вам о том, как мы празднуем Новый год, какие у нас по этому поводу ощущения, какие мысли. У меня часто, например, родители говорят, что это просто один вечер в году. Господи, какая разница, как ты его провёл. Можешь просто лечь спать, проснёшься, уже будет Новый год. Зачем по этому поводу реально переживать? Мне кажется, проблема в том, что у нас у всех немножко идеализированные ожидания от Нового года из-за фильмов, возможно, из-за медиа, как это преподносится в каком-нибудь Инстаграме, как обычно. То есть мы все ожидаем, что если это ресторан, то там все красивые танцуют, веселятся, зажигают бенгальские огоньки. Или если там это путешествие, то оно там тоже какое-то шикарное, что обязательно всем очень весело. А в реальной жизни это не так. В реальной жизни ты можешь собраться с друзьями, а им будет не весело и не интересно. Ты можешь пойти в ресторан, и там тебе не будет интересно. Мы любим очень идеализировать вещи, идеализировать какую-то чужую жизнь, какие-то картинки. А это, в принципе, этого делать не надо. Я хочу вам сказать, что самое важное это семья. И в эти новогодние праздники навестите своих близких. Не ленитесь. В общем-то, все. Я заканчиваю это видео. В конце, конечно же, я, во-первых, хочу сказать всем большое спасибо и выразить благодарность за поддержку в этом году. И я хочу сказать, что мне очень приятно, что вы подписались на мой второй канал, когда я о нем объявила. Это очень приятно осознавать, что ты кому-то не безразличен. И если ты кого-то куда-то позвал, они решили за тобой присоединиться. Спасибо вам большое за эту поддержку. Это очень важно для меня. И, конечно же, я хочу вас поздравить с наступающими праздниками. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого лучшего, позитивного в этом году. Я хочу, чтобы у вас по вашим личным метрикам в Новом году по сравнению со старым годом была какая-то положительная динамика и какой-то ощутимый для вас прогресс в той области, которая для вас важна, не важно, что это. Я вам желаю успехов и, конечно же, здоровья. Последние пару лет эта тема очень сильно актуальна. Я желаю здоровья вам и вашим близким. Мы с вами еще увидимся в следующих видео. С Новым годом! И пока что пока! С Новым годом!